Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами заценим одну из моих любимых проходных, правда, ПТ-шек. Это не премиумная машина, не коллекционная, это обычный проходной танк девятого уровня. Я девятки не очень сильно люблю, потому что, как люблю говорить, ни вашим, ни нашим, ты и не на восьмерке, но ты и не на десятке. Короче говоря, это одна из моих любимых ПТ-шек девятого уровня. Объясню почему. Дело в том, что мне очень зашло ее орудие, которое мы сейчас с вами заценим. Есть базовое орудие, есть топовое орудие. Топовое орудие в любом случае вам придется открыть для того, чтобы перейти на Ягу Е100. Я настолько полюбил эту Ягу, что потом выкачал на ней и движок себе, и гусли, и мне очень нравится и подвижность этой машинки, и в первую очередь ее орудие. Ребят, обратите внимание, 460 единиц альфы, 276 единиц бронепробития и 7 секунд перезарядка. Ну, ребят, но это не блаженство для девятого уровня, по-моему, блаженство. ДПМ 3946 единиц, это просто можно офигеть. Это просто, ну, в голове не укладывается. Есть время сведения 3 и 8. Я бы сказал, что крайне комфортно. Сейчас это все будем заценивать непосредственно в бою. Больше рассказывать я о ней ничего не буду. Броня у нее, что самое интересное, есть. Да, она есть не везде, но она есть. Я надеюсь, что бой сейчас это покажет. Погнали, посмотрим, что она может на своем девятом уровне против десяток. Ну, а в данном случае против восьмерок десятком нас не бросила. Хотя, в основном, ее кидает именно десятком. Ребятки, пока забрыгиваем в бой, хочу попросить каждого из вас подписаться на канал. Сделать вы это можете по желтой кнопочке в правом нижнем углу. Наведите на нее мышь и в один клик станьте постоянным зрителем моего канала. С меня огромная вам благодарность за это. Это просто огромная помощь ваша в развитии моего начинания. Спасибо вам большое за благовременно. Итак, ребятки, первое, зацениваем подвижность. Она не сильно бодро набирает свою максималку, но в целом она едет. Вот что у нее действительно есть в отношении подвижности, это возможность вот так вот повернуться и поехать в другую сторону. В этом ей не откажешь. Сейчас попробуем занять какую-нибудь такую позицию плюс-минус нормальную. Она еще довольно неплохо, эта машинка, поворачивается на месте. То есть вот доводить пушку для того, чтобы кого-то выцелить или за кем-то проследовать своим прицелом, для того, чтобы его шотнуть, вам не будет абсолютно никакого труда. Пробивает машина просто на ура, но вот прям совсем, как песня льется, вот точно так же с нее выливаются снаряды в слабо бронированные и средне бронированные места ваших противников. Точность орудия. Я сейчас попытаюсь выцелить кепку, если товарищ позволит. Чуть-чуть бы еще вперед подвинулся, была бы вообще красота. И я в нее попадаю, ребят. Точность данного орудия, она тоже, ну, прям просится в ваши руки. Вы прям кайфуете. Но вот это время перезарядки в 7 секунд, надетые на альфу этого орудия, это просто чума, ребят, просто чума. Сейчас буду отказываться назад, потому что понимаю, что, скорее всего, наших там довольно не кисло зажимают и будут разбирать. Вот сейчас кинем в экшена. На 575 залетела, и согласитесь, ну, разве это неприятно? Это просто шикарно. Это, ну, я бы сказал, одно из самых идеальных орудий, которые я встречал, в принципе, в игре. Есть орудия альфовые, есть орудия с ДПМом, есть орудия с высоким пробитием. Ребят, но это орудие, это, наверное, идеал того, что можно было создать и одеть на ПТ-шку. Вот сейчас, заметьте, мы выносим экшен Икса, проходит совсем чуть-чуть времени, мы перезаряжаемся, и, да, пускай голдой, блин, не пробили, но думал, честно говоря, что заберу ВЗ-шку. Но, согласитесь, шансы были. Был бы вместо ВЗ кто-нибудь другой, он бы уже тоже находился в ангаре. Я остался один. Терять мне, по большому счету, нечего. Наверное, сейчас поеду и попытаюсь хоть кого-нибудь еще с собой забрать на тот свет. Итак, ребятки, давайте посмотрим на результаты боя. Бой проиграли, но давайте посмотрим, с какими результатами. Попытаемся представить себе, что было бы, если бы бой был победным, если бы держались чутка подольше. 2120 единиц урона, два сделанных фрага, и в результативности нашей команды, ребят, мы находимся на первом месте по наносимому урону. Я считаю, что это довольно неплохой результат. И поверьте, эта машинка может гораздо больше, ну, прям в разы больше. До 4000 на ней набить вообще без печали. Главное, чтобы вам повезло с местом, где вы находитесь, и, соответственно, ваша команда держала врагов и давала вам возможность откидывать в них по каждому факту перезарядки вашего орудия. По бронированию, как я уже сказал, машинка довольно неплохая. И поверьте мне, среди всех ваших союзников, ну, практически всех ваших союзников, которые поедут вместе с вами, вы будете далеко не первой мишенью. Вас не захотят выцеливать первым, хотя очень сильно хотели бы, потому что, честно говоря, сталкиваться с вашим орудием с перезарядкой в 7 секунд, ну, мало кому приятно. И что самое парадоксальное, довольно большое количество игроков, сталкиваясь с вами, считает, что ваша перезарядка составляет где-то в районе 10-12 секунд. Ну, вот просто какое-то такое впечатление создает данная машина. И когда вы делаете шот, наносите 500 единиц урона, противник больше чем уверен, что у него есть чуть больше времени, чем есть на самом деле, на то, чтобы вам что-то сделать в ответ. Но когда вы наносите урон и, соответственно, наносите еще на пол косых, ну, я бы сказал, что большинство соперников удивляется этому факту и не может понять, что происходит. Как вы видите, хватает подвижности на то, чтобы перекатиться дальше, хватает подвижности на то, чтобы подъехать ближе, а вот углов склонения, ну, не совсем хватает, приходится вылазить. Зато точность, ну, прям радость радостная. Итак, смотрим, ребят, куда нас пробили. Не вижу я почему-то пробития не совсем. А, меня пробили, вон там совсем, получается, в брюхо залетело. Ладно, подразню собой, дам Виккерсу разобрать товарища Тортоиса. Ну и поедем дальше, трошки немножко подцебим. Этот бой прошел немножко по-другому. Мы заехали на направление, в котором практически не было никого. Я бы сказал, что, в принципе, кроме Тортоиса здесь никого не было. Поэтому, к сожалению, много урона набросать у нас не получилось. Сейчас я пожадничал, раньше выстрелил, чем надо. Но, в целом, орудие на дальних расстояниях очень точное. Мне всегда нравилось. Я вполне спокойно выцеливал, вот как сейчас на Тортоисе, выцеливал кепки у тяжелобронированных врагов. Я вполне спокойно закидывал в какие-то узкие бронелисты, которые можно было выцелить. Короче говоря, честно говоря, это орудие, как я уже сказал, действительно вас порадует своей точностью и своей скорострельностью. Вот сейчас без полного сведения залетело. Да, перед этим два раза не залетало, но это я уже из жадности, честно говоря, накидывал для того, чтобы, ну, хоть что-то сделать в этом бою, несмотря на то, что мы и так побеждали. Итак, ребят, победа. По результату 1000 единиц урона, один уничтоженный противник. Но я бы сказал, что это не беда пушки, это беда моя, потому что я поехал не совсем на то направление, но и, соответственно, не смог накидать урона. Прошлый бой он показал возможности этого орудия. Понравится ли вам этот танчик в попытках и, в принципе, в работе над тем, чтобы открыть себе Ягу Е100, однозначно понравится. С высокой долей вероятности, я думаю, вы оставите себе эту ПТ-шку в ангаре и будете периодически фаново на ней заезжать и накидывать по 3-4 тысячи урона. И она на это способна. И что самое интересное, она способна танковать, она способна не принимать пробития. Но единственное, что, если вы будете умело пользоваться преградами какими-то для того, чтобы прятать свое брюшко. Вот как-то приблизительно так играется эта ПТ-шка. И, поверьте, играется она очень приятно. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Я отвечаю всем. Всего хорошего. Мирового беспокойства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова